Наконец-то дождик пошел. Боже, как хорошо. Брагманзия моя расцвела весной, первый раз после синей спячки. Ну вот, дождь закончился, так и не начавшись. Ходили грозные тучи, вчера целый день было пасмурно, но у нас были только мелкие душики время от времени, и ни земля не пропиталась, ни горшки с субстратом, я заметила, не пропитались орхидейные, не насытились водой. Я так надеялась, потому что именно дождь, именно дождь меняет всю картину. Помогает орхидеям напитаться водичкой, и тогда, тогда все как бы начинается с начала в природе. Весна по-настоящему пришла. Тут вот у меня от этого моего, я так думаю, единственного природного дендробиума. вот отсажены детки, вот это вот все, и они разные оказались. Вот еще как бы с какого-то дендробиума, совсем другие. или, может быть, это вот такой вот клон получился у него, с такой зеленой-зеленой серединкой. и пахнет больше вот этот вот зеленый. Ну вот, кажется, я разгадала секрет дендробиумов Нобили. Я сейчас вам расскажу, что я о них думаю, как их заставить цвести, и что является одним из самых решающих факторов. Мы это все знаем, мы это все проходили, но не обращаем внимания, не придаем значения, а вот когда сделаешь что-то не так, вот тогда и придаешь значение, и обращаешь внимание, и делаешь выводы. Вот уже некоторые отсвели, некоторые все так же и держатся в цвету, сейчас я покажу, покажу как оставшиеся расцвели, а вот этот вот расцвел почти до конца, но все еще у него там бутонятся бутоны, и этот, я думаю, это и есть дробиум Нобили Линдл. вот он, желтый, такой вот лимонно-желтый расцвел полностью. Красавчик, так он мне нравится, он и пахнет, так здоровски пахнет, ну вообще сильно ярко так. именно их дендробиумный аромат дендробиума Нобили, вот его не спутаешь, оно очень сильно пахнет, и так мне нравится его расцветка. Вот все, которые с желтой серединкой у меня есть, они все, я помню, что это трехэтажные гибриды, но они имеют в своем составе дендробиум Нобили Гибрид сам по себе, он называется Beautiful Egg. Прекрасное яйцо, и вот я запомнила, что там есть прекрасное яйцо, если вы видите вот такую желтую серединку, сами лепестки могут быть розовые всех оттенков, могут быть вот как вот эти вот слоновые кости, вот только кончики розовенькие. Beautiful Egg. Ну и вот, какой я сделала вывод важный, что для дендробиумов Нобили, чтобы зацвести, нужны такие условия создать, значит, обязательно перестать поливать и удобрять, где-то в начале осени перестать удобрять и перестать поливать немножко позже, меньше и меньше уменьшить полив, но это мы все знаем. И всю зиму только изредка опрыскивать, может раз в месяц полить. Ну, смотреть в зависимости от состояния бульб, если они совсем вот мощятся, надо полить растения. Они у меня тут висели на ярком солнце, как мне казалось, но дело в том, что я их все время перевешивала. Куда поярче, просто чтобы не мешал. Я научилась на таком вот опыте, как у стояного солейников, от противного шоу было. Противный, уходи. Так вот, сейчас покажу противного. Ну вот, вот они, они уже цветают, эти цветочки. Деток почти нету, потому что он рос на полном солнце. Ну и как я уже рассказывала, зацвели и с листьями, и без листьев бульбы. Вот можно видеть. Они ярко-желтые, толстые, напитанные, насыщенные солнцем, поэтому он расцвел. Все у него было хорошо. Вот этот вот товарищ висел рядом, как оказывается он висит рядом, но он не расцвел. Такие же толстые, сытые бульбы, яркие, оранжевые. Но я забыла один очень важный факт. Когда в начале зимы у нас пошел дождь, этот дендробиум, конечно, я никуда не могла спрятать от дождя, потому что он растет на дереве. А этот я повесила вот сюда со своими коями. И повесила, повесила, и я про него забыла на некоторое время. Недели на две, а то и на три. Он висел в тени. Солнце на него не попадало. Тень очень яркая была, но солнца такого, как вот этот, он не получал. Он пропустил вот это вот начало зимы, зимы. Когда спусковым крючком для закладывания их почек является свет. Много солнца. Потому что зимой деревья, на которых они растут, там у себя во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и так далее, деревья опадают. Листьев не становится. Вот как на вот этой вот френджипане. И свет у них усиливается в десять раз. Листьев нет. Только солнце. Голые ветки, полно солнца. И вот так вот они готовятся к цветению всю зиму на ярком солнце. Это является очень важным фактором. Нужно усилить свет для дендробиумов Нобили. Чтобы они зацветили. А с этим этого не случилось. Он получил даже некоторое потемнение. Ненадолго, но все-таки это ему сказало, что нет, нет, не спеши зацветать. Никакой нет зимы, никакой нет весны. Продолжается осень. Пасмурно. И до цветения еще очень и очень далеко. И вот этот вот крючок спусковой у него не спустился. И бутоны он не образовал ни одного. Потом-то он, казалось бы, должен был наверстать. Вот, пожалуйста, пожелтели все бульбы. Но листья не опали. Потому что он недостаточно находился полностью без влаги и полностью на солнечном свету. Значит, нужно никогда от этого не отступать. перестать удобрять, перестать поливать и увеличить свет. В следующий раз я их все повешу вот сюда, на вот это дерево. Да и все. Ну, а кто в доме их держит, нужно поставить их на яркий-яркий свет. Просто добавить лампочку какую-то. Источник света должен быть увеличен. Иначе цветов не дождаться. Такие дела. Ну что ж, спасибо за внимание. Всем добра и света. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok